5, 4, 3, 2, 1, поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Детская служба новостей. Это программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Все, кто связан со школой, на этой неделе отмечают День Учителя. Это день благодарности и добрых слов в адрес тех, кто дает нам знания. Поэтому не забудьте 5 октября поздравить учителей от души. И помните, лучшая открытка сделана своими руками. Знаете ли вы, что в каждом человеке есть золото? Правда, его совсем-совсем мало. И находится оно в наших костях. Но когда в организме человека образуется недостаток золота, то человек может серьезно заболеть. Поэтому, когда мама говорит вам «моё золото», она права. Каждый человек немного золотой. Угадайте, где мы находимся. Вам помогут ключевые слова. Украшение, тиснение, резьба, а еще металл. Догадались? Мы в ювелирной мастерской. Ювелирная кухня – единственный в крае музей, где школьники могут попробовать себя в профессии ювелира. Познакомиться с терминами, задать вопросы, поработать с инструментами. Для одних это станет ярким днем, новыми знаниями и впечатлениями, умениями. Другие всерьез задумаются о выборе профессии и останутся в ювелирном деле. Сегодня мы сделали подарки своими руками. Вот этими. Это будет прекрасным сюрпризом для мамы или папы, дедушки, бабушки или друзей. А можно и себе оставить. Я, например, хочу написать любимому папе. Сегодня ребятам представится возможность самим сделать кулон, на котором будут выгравированы надписи, например, «Любимой маме» или «Лучшему папе». Ювелир – это не просто профессия. Это умение сделать из драгоценных камней и металлов прекрасное украшение или необычную вещь, например, вазу. Работать ювелиром нелегко, поскольку это кропотливый труд, требующий художественного мастерства, профессиональных навыков, знания химии, физики и много других качеств. Скажите, а сколько времени надо, чтобы обучиться этой профессии? Вот я больше 20 лет работаю и все равно еще учусь. Ювелиры – это тоже художники. Не зря существует выражение «ювелирное искусство». В этой профессии ценится воображение и художественный вкус. Но этих компонентов недостаточно. Нужны знания и понимания химии и математики. А еще важна точность. Например, на ювелирные весы кирки кладут только пинцетом, ни в коем случае не руками, чтобы жир с рук впоследствии не утяжелил кирки ни на микрограмм. Ребята были в восторге от мастер-класса. Каждый принял участие в создании украшения себе или своим родственникам. Получились необычные подарки для мам и пап, которые в скором времени будут носиться на шее или радовать глаз, стоя на полке. Все дети остались счастливы и довольны. И в следующий раз ребята дополнят кулон модными сережками, сделанными своими руками. Любите наблюдать за плывущими по небу облаками? Такими белыми, легкими, воздушными. А знаете, сколько весит одно такое облако? Нет? Примерно 10 тонн, как слон. Нет, даже 2 слона. Хорошо, что облака не падают, а слоны не летают. За последние 100 лет мир очень сильно изменился. Появились интернет, Wi-Fi, YouTube, сотовая связь, полеты в космос и все это наша жизнь. А что станет еще через 100 лет? Исчезнет ли хлеб? Появятся ли роботы? Смотрите и не переключайте. Идеальное место проживания у каждого свое. Кто-то мечтает, чтобы во дворе росли шоколадные деревья, а кто-то хочет, чтобы в небе летали бирюзовые фламинго. Идеальная планета. Какая она? Мы решили не ограничивать наших юных тележурналистов и узнать, на какой планете они мечтают жить. Ответы получились весьма неожиданные, но очень интересные. Уверена, вам уже не терпится узнать желания подрастающего поколения. Привет, земляне! Меня зовут Женя, мне 8 лет. Вас приветствуют жители самой большой планеты. На моей планете будут жить динозавры. Это те самые динозавры, которые вымерли несколько тысяч лет назад, но на самой большой планете их возродили. Но они будут добрые. Они не будут убивать людей и будут питаться тем, чем их будут кормить люди. Вам, наверное, интересно, как жители большой планеты сделали динозавров добрые. В этом помогли ученые и новые технологии. Планета большая, и это самый большой заповедник динозавров. Туда приезжают жители других планет, чтобы посмотреть на динозавров и отдохнуть. Ведь большая планета, она самая интересная, чистая. На ней много разных животных, и она самая крутая. Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Арсений, мне 9 лет. На моей идеальной планете будут жить мирные терминаторы. Они будут выглядеть, как обычные терминаторы, только с зелеными глазами. Зеленые глаза, потому что эти терминаторы мирные, а красные глаза только у злодеев. Эти терминаторы ходят на работу так же, как и люди. А еще на моей планете есть такси из летающих машин. На моей планете везде есть Wi-Fi. Есть очки 5D, с помощью которых можно чувствовать все, что видишь. Этот мир такой классный, что можно попасть в игру. Всем привет, дорогие телезрители! Меня зовут Анаит, и мне 10 лет. Моя планета будет называться солнечной и самая-самая дружная. Животные на этой планете будут фантастические и удивительные. Котики умеют летать, а рыбы теперь разговаривают. И все-все животные теперь могут общаться с людьми. Каждое животное знает язык той страны, в которой живет. А если в эту страну приезжает много туристов, то они знают 3 или больше языков. Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Алена, мне 13 лет. Моя планета будет особенно тем, что на ней не будет земли, там будет одна вода. И там люди смогут плавать с дельфинами, с рыбами и так далее. У людей будут хвосты и жабры. Получается, что на моей планете живут русалки. Люди будут понимать язык рыб. Подводных городов не будет, люди будут жить в воздушных пузырях и в подводных пещерах. В пещерах они будут только спать, а в остальное время они будут путешествовать, потому что вся планета — это один большой океан. Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Богдан. Это рассказ о моей планете. Моя планета будет меньше земли. Она будет разделена на две части. В одной части будет всегда холод. Там будут айсберги. А в другой части всегда будет очень жарко. Где будет холодно, там будут жить люди. А где жарко, там будут жить монстры. Монстры, они сделаны из камня, и в них течет вместо крови у них лава. У них большие зубы, и они три метра в высоту. Эта планета идеальна, потому что она без всяких недостатков. В общем, видение ребят во многом совпадает с мнением взрослых людей. Ведь все мы без исключения мечтаем жить на экологически чистой планете, где живут счастливые люди, где нет войн, ну и разговаривают еноты. Лично мне эта опция показалась очень даже забавной. На идеальной планете. Вы наверняка знаете, что на Земле бывает землетрясение. Так вот, на Луне бывает лунотрясение. Причем они происходят очень часто, по 10 раз за сутки. Это происходит по разным причинам. Одна из них связана с падающими на поверхность метеоритами. Каждый год масса Луны увеличивается почти на тонну. Осень – это время цветных листьев и фотографий на фоне ярких деревьев. А у вас есть такие? Люди, которые живут на экваторе, они не знают, что такое осень. У них ее не бывает. А в Новой Зеландии и Австралии осень начинается 1 марта и заканчивается 31 мая. А Новый год у них летом. А у вас дома есть питомцы, собаки или кошки? Наверняка, хотя бы иногда, они смотрят с вами телевизор. Но как они видят? Сейчас узнаем. Здесь зрение собаки. Говорят, что они видят мир черно-белым. Но это не совсем так. А вот так размыто выглядит мир для кошки днем. Зато ночью они видят лучше нас. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телепроект «Кулинарная суббота». Это программа для тех, кто любит красиво и вкусно готовить. Сегодня мы узнаем историю и рецепты приготовления имбирных пряников и коктейля «Мохито». Ничего не получилось. Скоро будет не просто тепло, а прямо-таки жарко. Пора научиться готовить коктейль «Мохито». Он очень освежающий и дарит прохладу не только из-за льда, но и из-за листьев мяты. А еще обязательный компонент – это лайм. Не путайте его с лимоном. Итак, для начала возьмем листья мяты и дольки лайма. Их нужно потолочь ступкой, чтобы пошел сок и аромат. Теперь отправляем все это в будущий коктейль. Затем маленькую ложечку сиропа. Можно лимонного или клубничного. А еще – лед и лимонад или содовая. Не забываем трубочку, и коктейль готов. В нем много витаминов, а на изготовление тратится пара минут. Согласитесь, отличная идея для дачи, выходного дня или дня рождения. И гостей можно удивить, и родителей порадовать. Пробуйте, ребятишки! А мы перейдем ко второму блюду, вернее, десерту – имбирному прянику. Ведь их можно не только печь, но и украшать. Легким белковым или сливочным кремом. Зачем? Для красоты, вкусноты, ну и традиция такая. Родина имбирных пряников – Англия. А вот в Европе они стали популярны после страшной сказки братьев Гримм. Гензель и Гретель. В этой сказке описывается съедобный домик колдуньи. Крыша его была сделана из имбирных пряников. Именно после того, как книгу выпустили в печать, все поголовно начали печь пряничные домики. Эта традиция дошла и до наших дней. На европейских рождественских ярмарках можно увидеть не только пряничные домики в разных вариантах, но и пряничные дворцы. И пряничные домики делают нашу жизнь сказкой. Собственно, нет никаких правил в украшении пряников. Тут на вкус и цвет товарищей нет. Вернее, на вкус и цвет все возможности. Кто-то пользуется кондитерским мешком как 3D-ручкой, кто-то старается, как на уроках ИЗО, закрасить ровно одним цветом без пробелов все поле. Можно добавлять тертый шоколад, сахарные цветы, цветные полоски и кружочки, звездочки и посыпки. Обрамлять контрастной обводкой, как только душе будет угодно. Ведь главное в пряниках создать настроение праздника, поделиться яркими эмоциями, сделать красивее, если не весь мир, то хотя бы десерт. Так что дарите близким самое лучшее. Всем кулинарное до свидания. Еще увидимся. А еще в октябре отмечается Международный день улыбки. Улыбаться можно по-разному. Скромно или во все зубы. Даже если вам грустно, стоит улыбнуться перед зеркалом несколько раз. И настроение поднимется. А еще если улыбнуться другим людям, то они могут улыбнуться вам в ответ. На сегодня это все. Желаю вам отличного настроения и такой же учебы. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить еду. Угощайте близких, дарите им радость. Помогайте мамам. А еще я желаю всем быть счастливыми. Хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова